Всех приветствую, на канале Муравьи Ярославль. Сегодня у нас будет обзор почти кочевых муравьев Лептогеноскитоли. Поехали! Приехали они ко мне три недели назад и за это время успели отложить большой пакет яиц. У них сейчас много яиц и одна личинка. Это не совсем кочевые муравьи, однако очень на них похожи по своему поведению. Даже в формикарии видно, как они скучковались вокруг одной стены, отформируя таким образом небольшой шарик из тел. Как они собственно делают и в природе настоящие кочевые муравьи. Эти муравьи всегда голодные, я им каждый день даю какого-либо таракана. Причем, что самое интересное, они не такие привередливые к белку, как например сальтаторы. Они с удовольствием будут есть как тариков, так и знахарей. Кстати, недавно они каким-то образом нашли в субстрате белых тропических макрит, которых я туда положил, чтобы они подъедали за ними все остатки от тараканов. Не знаю каким образом они их там нашли, но факт остается фактом. Где-то 10 макрит были ими съедены. Кстати, сейчас вы можете видеть матку. Ее очень легко отличить по большому брюшку. В остальном от рабочих она ничем не отличается. Я очень надеюсь, что эти муравьи будут у меня очень активно размножаться. И если так, то я переселю их в большой форме с просторной ареной, где они смогут по-настоящему разгуляться. Очень хорошо, что они не умеют лазать по вертикальным поверхностям. Иначе, если бы они сбежали, мне было бы их не догнать. Потому что они очень быстрые и очень агрессивные. Их жало я на себе еще не проверял, но судя по тому, что происходит с тариками после их ужеления, это будет совсем неприятно. По размеру они примерно как крупные солдаты у структоров, но это им совсем не мешает убивать все, что движется. В колонии у них сейчас около 100 рабочих. Интересно, что когда кидаешь на арену какой-то белок, они почти все сразу же накидываются на него. Особенно, если это какой-нибудь крупный тарик. Где-то 70% колонии сразу же идут в атаку. Буквально пару недель назад у них появились клещи, но я с ними активно борюсь. Как мне кажется, самым эффективным методом это просто тотальная сушка арены. Им это никак не вредит, я имею ввиду муравьям, так как гнездо находится в очень большой влажности. Но клещам, которые сидят на арене и питаются остатками от белка, которых я даю лептам, это конечно же не нравится. Таким способом я победил небольшое количество клещей, которые были у сальтов. Самое главное, чтобы клещи не сидели на муравьях. Как первых панерин, этот вид муравьев я крайне не советую, так как, во-первых, у многих эти колонии погибали, а также человек без опыта в содержании панерин может просто их забыть покормить. А их очень важно кормить каждый день, либо хотя бы раз в два дня. Также, соответственно, нужна большая влажность, непосредственно в гнезде. В основном все рабочие находятся в гнезде, а на арене дежурят обычно около пяти рабочих. Но как только появляется белок, у них происходит мгновенная мобилизация, и, как я уже говорил, 70% в колонии идут на охоту. В принципе, это все, что я хотел вам рассказать, поэтому давайте потихоньку заканчивать это видео. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, на мою группу ВКонтакте, ссылка в закрепленном комментарии, на мой Телеграм-канал и группу в Телеграме. Ссылка тоже в закрепленном комментарии. Всем удачи и пока-пока!